И бойцу Наталью пограничим, от Катюши передай привет. Это не профессиональные артисты и у многих нет даже музыкального образования. Они просто любят петь и ценят то, за что боролись наши деды – свободу. Ее сегодня как никогда не хватает в условиях пандемии. На данный момент в проекте приняли участие полтора десятка горожан. Автор идеи – пенсионер Александр Еременко. Он стал настоящим продюсером альбома. Кантом я говорю, давайте, напойте дома, самоизоляция, типа «Победим, как 75 лет назад, это долбанный коронавирус». «Победим, вот, напойте, ничего, какого качества не надо, просто напойте, а я дальше все сделаю». Альбом решили назвать «Победим, как 75 лет назад». Тогда советский народ сражался против фашизма. Теперь весь мир против коронавируса. Чтобы не скучно было на одно, на один фейс смотреть. Доставляю картинки там, фотографии тех лет и прочее, прочее. Короче, работаем вовы. Зато есть чем заняться, кайф. Самый главный процесс. Мне это нравится. Альбом-концерт будет продолжительностью 40 минут. В качестве артистов-любителей выступили обычные белгородцы. Участники проекта разместят его в социальных сетях и уже предложили для трансляции местным телекомпаниям. Подобные проекты уже появляются во всем мире. Таким же образом, почтить память советского воина-освободителя решили и в Австралии. Виктор Апальков к этому часу, Белгород.